Внимание! Не пропустите обновленную версию мирового хита. В отличие от старых плоских женщин, больше вам не понадобятся услуги тупых мужчин. Только в Лео Макс. Выбор шеф-поваров всего мира, сковорода Лео Макс Ля Шеф. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Привет, сегодня у нас будет облачение ЕВГ. Чтобы понять и переиграть телемагазин, надо думать как телемагазин. А как это сделать? Ну просто проникнуть туда. Ребята, пришло время устроиться на работу, так что сегодня я буду прорываться внутрь этой клоаки хаоса, чтобы понять, что за люди вот это все придумают, как там все устроено в вашем любимом телемагазине. Это ЕВГ сейчас будет интересно. Меня зовут Иван. Люблю Лео Макс. Я прихожу на работу вовремя, потому что уважаю своих клиентов. У Лео Макса есть такой замечательный ролик о жизни одного Ивана. И как ему нравится работать в колл-центре Лео Макса. Какая чудесная работа и как хорошо там платят. Изначально работа в контактном центре Лео Макс привлекла меня к возможности устроиться без опыта работы. А теперь, когда прошло полгода, имею хорошие навыки, достойный доход. 56 тысяч рублей. Пацану надо попробовать поработать в днепровских колл-центрах, где зарплата в разы выше. Да, именно тех, откуда звонит большинство специалистов службы безопасности Замбербанка. Но это уже другая тема, не менее интересная. Но сегодня мы посмотрим в сторону законной работы. Лео Макс. Оценка 4,251 отзыв. Технологичная D2C. Компания с 14-летним опытом в электронной коммерции. Работает 14 лет, сейчас около 2000 сотрудников. Всех нас объединяет одно ощущение предотвращенности к большому делу, которое стабильно развивается и достигает все новых результатов, доставляя нашим клиентам радость как от интересного контента, так и от возможности приобретать товары на любой вкус, не выходя из дома. Ах, какая мотивация, да? Только это как бы не одно, а тут много всего. И это звучит как описание какой-то MLM пирамиды, если честно. В Лео Макс каждый может найти свое призвание. Да, я хочу тут работать. Цель моей работы – помогать клиенту в выборе товара, чтобы покупка принесла ему только положительные эмоции. Оператор на входящие звонки или менеджер по продажам колл-центра. Именно с этих вакансий начинается мой путь и начинается путь Ивана к успеху. Как ему на пути было непросто, но вот он выбился в люди. Настал момент, когда я получил четвертый грейд. Мой средний доход в месяц – это 56 тысяч рублей. В планах путешествия и покупка машины. Даже не знаю, куда ты можешь поехать путешествовать и какую машину сейчас купить с зарплатой в 38 тысяч. Если ты живешь не с мамой, а снимаешь квартиру, то у тебя остается там тысяч семь. Ну да, за год можешь накопить на пару дней отдыха в Анапе. А, конечно, он же высший специалист, он получает больше, там, вы шток начальник. Но все равно с его зарплатой машина остается мечтой. Но зато открывается опция тусить вот на этих вот великолепных кринжовых корпоративах. И ты тоже так сможешь. Я смогу. 30 тысяч лайков, я устраиваю всем оленд и снимаюсь вот в этих вот кринжовых путингах. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Не дай бог поставите. Работала у вас в филиале в Пензе, отвратительная и неблагодарная работа, уважение к клиентам ноль, так же, как и к сотрудникам. Уволилась, слава богу. Вы же разводилы типичные, которые наживаются на бабушках. Бред. И это отзывы на ютубе под тем же самым роликом с Иваном. Значит, что, из интересного вакансии только удаленные взаимодействия. То есть не надо будет сидеть в душных офисах, тут чел работал. Так он все еще в шоке от этих условий. В офисе, во-первых, очень сильно душно, окна не отбираешь, потому что кому-то дует. Зашел, когда я первый раз, я думаю, маму, я внусь, мать, гад, тут вообще можно сидеть. Заходишь и просто тебе прям в ебку, ла-ла-уха-та прям бах, вот так убьет. И вот этот галтеж в уши, я первые два дня такой на улицу просто выхожу. А, кайф, тишина, господи, как офигенно. Оплачиваемо нами дистанционное обучение за 4 дня и наставника, который ведет работу за 6 дней. Увеличение твоего дохода каждые 3 месяца по итогам работы. Как будто зарплата будет вырастать там все выше и выше. Как я уже говорил, текучка там реально большая, потому что люди не выдерживают тот негатив, который льется в твои уши. Я выходил после работы, я чувствовал себя настолько, блядь, паршиво. И я приходил домой, мне ничего не хотелось, просто мне хотелось, блядь, поскорее вообще забыть все вот это. В другой аналогичной вакансии, но в другом городе уже будет надбавка 2000 за удаленку и скидка в литрес на 20%. Вообще-то, хороший повод работать из другого города. А тут даже отклик без резюме и опыта, возможно, теоретически вообще может попасть каждый, да? Этих вакансий здесь так-то много. Очень много, мягко говоря. Нет, их просто чрезвычайно много, ими просто все завалено. Видимо, у них текучка там еще серьезная, раз так много предложений. Но на остальные вакансии нужен опыт, тем более глубокое собеседование, где меня точно раскусят. Так что стоит рассмотреть этот более простой вариант. Че надо, чтобы начать работать? Да, собственно, ничего особенного, просто захожу в свой давным-давно забытый профиль на Headhunter, выбираю самую жирную зарплату в Иваново на той же вакансии и откликаюсь. У меня тут два резюме, редактор СМИ и режиссер видеомонтажа видеооператора. Моя последняя работа так-то. У меня тогда было где-то 80-70, может, тысяч подписчиков. Работал на телеканале вообще-то. Правда, там потом поставили директором главного жополиза и доносчика. А он, в свою очередь, на самые жирные места поставил своих друзей, вот таких вот, которые даже не знают, как иконки рабочих программ выглядят. На мое место как раз-таки и пришел такой чел, который вообще не знал ничего и юридических тонкостеньких не понимал. Ну, ожидаемо, по итогу, вскоре телеканал прекратил свое вещание. Но тут я могу получить отказ, потому что не совсем подходит эта вакансия. А это мое 12-летней давности резюме. Тогда я работал представителем поставщика и мерчендайзером. И даже продавцом в магазине. Были времена, да, жизнь была другая. Ну, че, резюме отправлено, доставлено. Ждем ответ. О, мне вон даже работу предлагают по моим резюме. Видеомонтажер могу 150 тысяч получать. Че, я вам говорил про обучение и вкладывание в себя знаний. А, но так же ты еще можешь стать крутым специалистом в IT-школе. Стоять не перематывать, я пошутил. Я знаю, что вы перематываете. А еще я знаю, что смотрит без подписки 60% зрителей. Ребята, вы че, почему так много 60% оформите подписочку? Ну, серьезно, тут такие вещи рассказываются. Я же на работу в телемагазин устраиваюсь вообще. Ты ничего себе, жизнью рискует. А представь, как судьба у человека ломается после такой работы. Никто ж потом на работу не возьмет и за руку здороваться не будет. Так что заранее спасибо за лайки и подписку. Ну, сейчас мы хотя бы знаем, что всех специалистов, придумывающих и утверждающих вот эту вот дичь, по объявлению находят. Потом получаются такие вот шедевры. Элегантный свитерс выполнен из высококачественной шерсти и пана. Прямой силуэт с припуском корректирует фигуру в области талии и живота. Идеально подходит для холодной и ветреной погоды. Модный кэжуал на каждый день. Ну, вы же знаете, как выглядят их ролики, как выглядит их сайт. Но не знаете, как выглядит внутренняя корпоративная культура. Работай в Леомакс дома или в офисе. Удаленка, РФ, Беларусь, Казахстан, Саратов, Пенза. Каждый месяц подарки группам. Боже ты мой, да они шоколадку дарят, печенюшку дарят они, кетчуп какой-то, сок дарят. Пипец подарки. Это в колл-центре в этом душном ты сидишь. Ты вот с таким лицом будешь, типа, пацаны, вы что, вы серьезно, что ли? Это подарок за хорошую работу. Компания, 2000 человек, там миллиардные обороты. И вот это вот. Ну, сколько это? 300 рублей стоит это все вместе? Перекус таксиста. На лицо пацана прям все отражает. Он хочет в Америку, в Неваду, но он понял, что это какая-то херня. 7 простых техник, быстрой медитации. А вот это вот уже нужная вещь, потому что работа невероятно стрессовая. Вот этот колл-центр звонить. Это же корпоративная штучка, по-любому их ей распечатывают и вот вешают где-то на стены. На почту присылают. Коллеги, давайте ознакомьтесь и расскажите, что вы здесь увидели. Знаем эту корпоративную культуру. Дышите двумя ноздрями. Большим пальцем закройте правую ноздрю и сделайте глубокий вдох через левую. Опустите. Повторите круг 3-5 раз. Я такой медитации еще не видел. Лео Макс, вы что? Вы что творите? У сотрудников Лео Макс есть уникальная возможность посмотреть поближе, узнать больше и даже потрогать товары, которые мы продаем. Дисциллятор первач. Самогонный аппарат у них в офисе стоит. О чем вообще тут можно говорить? И ухмылочка у девушки такая. Мы тут вообще-то дела делаем. Победа в ежемесячном конкурсе «Звездный диалог Лео Макс». Конечно, вот эти все тысячи людей работают там, разговаривают. Потом еще 500 человек сидит и это все слушают. Кстати, самая целевая аудитория. Она смогла договориться со своими же сверстниками, одногодками. И вот она получила грамоту. Спортмастер. Сумма, к сожалению, не видна. Ну, на 500 рублей, наверное. На сколько же еще она может быть? Любишь войсить? Гоблия Макс. Это что это, для молодежи, что ли, написали? На евреев он любил войсить. И что, и где он сейчас, а? Я запретил ему отправлять мне голосовые кружочки. Теперь он больше мне не засирает. И да, то зайдите там в его какой-нибудь паблик. Там все засрано вот так кружочками. Как он пописал, как он покакал, как он пукнул. И как он подымел кальяном тебе в лицо. Студенты, есть инфа для вас. Теперь в Лео Макс. Йо, можно работать от 4 в день. Совмещать с учебой на изи. Молодежь. Что-то как-то тут не молодежь, как будто бы совсем. А люди такого возраста, такого. Более старшего. Расскажи знакомым. Получи 5000 рублей. Отправь своего друга в эти адские штольни. Херачить. Разводить бабушек. Получи 5000 рублей. Ссылка в описании. Самые дисциплинированные группы Саратова с победой в ежемесячном конкурсе. Подарили Додо пиццу. Ой, куда этот мир катится? 5 пицц заказали они. Подарок это. О, сникерс дали и сок. Ради этого я хочу устроиться в Лео Макс. Я хочу, чтобы мне дарили сникерс и сок. Я хочу быть вот таким вот довольным, как эта женщина. Сникерс и сок. О, ассистент HR менеджера. О, а вот меня, кто собеседовать-то походу будет. HR специалисты. Юху. Праздник из колл-центра в Саратове. Если я поеду в Саратов и устроюсь там в колл-центр, то вот, пожалуйста, я буду видеть вот эти вот лица. Вот этих вот женщин. Чья малыха? А, забирайте. Нет, два мужика, кстати, одни реально женщины почему-то. Ну, слушай, а что могу сказать? Значит, у них хорошая такая корпоративная культура. Ну, как хорошая? Подарочки весьма стыдные, но как бы они над этим работают. У них там прям есть вот эта вот попытка сделать что-то хорошее внутри для сотрудников за 300 рублей. Причем такая вот работа, и что ты делаешь? А что ты делаешь? Ты навязываешь, ты впариваешь бабушке. Ну, вот реально, вот эти замученные люди, они что по факту имеют? В свежих отзывах, причем в целом хороших, правда, не факт, что не накрученных, находятся жалобы, что нет карьерного роста, то план растет, то там огромная текучка кадров, а это нифига, кстати, не хороший показатель. И никаких тебе крутых плюшек типа комнаты отдыха, спортзала, а только душный офис. А еще принудительно добровольные переработки. Это не работа, а просто мечта. Руководители отделов продаж высокомерные, из-за них, кстати, пришлось уволиться. Отличная работа, очень хочу там поработать. Ребят, а ролик-то что-то уже затянулся? Честно, я думал-то, что все войдет в одну серию, но оказалось так много материала, так как только мы наберем 10 тысяч лайков, вы узнаете, что было в следующей части, что они мне ответили, какие они мне файлы, документы прислали, какие бумаги, и каким было мое собеседование в телемагазин. Так что в следующей части вы узнаете, устроился я туда на работу или нет. Ну, конечно же, ребят, не попадайтесь на уловки никаких там и чаров, и маркетологов. Они-то стыдно мне унят. Увидимся.